Либералы идут на пролом. Чтобы построить в Кишиневе мусоросжигательный завод, Министерство окружающей среды требует отмены законодательной нормы, запрещающей утилизовать отходы таким способом. Аргументы против либералов не интересуют, когда на кону сотни миллионов евро. Парадоксально, но именно Министерство окружающей среды, которое по роду деятельности должно стоять на страже экологии, лоббирует изменения в законе и отмену запрета на сжигание мусора в Молдове. Как отмечают специалисты, это неспроста, ведь Министерство по квоте досталось либеральной партии, а подписал контракт с итальянской компанией на строительство мусоросжигательного завода в Кишиневе Дарин Киртуако, который по совместительству является человеком два в либеральном стане. Нет ничего общего у контракта. Их может быть 10 в республике Молдова. Законом, который мы обсуждаем. Есть, говорят оппоненты, и приводят конкретные примеры. Так, премария уже выделила, причем совершенно бесплатно, 10 гектаров столичной земли под строительство завода. Земельный участок уже находится в собственности у итальянской компании. Выделен участок в районе очистных сооружений. Он уже зарегистрирован в кадастре. Министерство экологии, настаивая на поправках, разрешающих сжигание мусора, ссылается на европейские стандарты и на необходимость приведения законодательства к европейским нормам. Правда, бывший министр экологии, а ныне депутат УТПКРМ, напоминает, что Европа ужесточает экологические нормы и переходит на альтернативные методы утилизации отходов. До 2020 года снизится уровень утилизации мусора методом сжигания, потому что, во-первых, это токсично, а во-вторых, экономически не обоснованно. Что европейцам плохо, нам хорошо. Желание построить в Кишиневе мусоросжигательный завод так велико, что Киртуако договорился с итальянцами, несмотря на полное отсутствие законодательной базы. В этом признался замминистра окружающей среды. Действительно, чтобы начать сжигание, должен был быть регламент. У нас его нет. Чтобы начать сжигание в Республике Молдова, нужно изменить 20-ю статью закона, а затем, в соответствии с европейскими директивами, разработать регламент. Пока его нет, не существует и правил. Нет правил, зато есть потенциальная прибыль. Согласно положениям контракта между премарией и итальянской компанией, в случае, если мусора будет мало, его будут завозить в Молдову, что пока тоже под запретом. Меня удивляет, что Министерство экологии продвигает такой проект, предусматривающий сжигание. Специалисты уже подсчитали, во сколько обойдется каждому кишиневцу проект либералов, и назвали точную сумму, правда, без учета на восстановление здоровья. По словам экспертов, ежегодно вывоз мусора жителям столицы будет обходиться минимум в тысячу леев. Каждый из вас, ваших детей, жен, мужей будет платить минимум 70 евро, а эффект будет ужасный. Тяжелые металлы, содержащиеся в краске, элементы батареек, которые нельзя разделить ни сейчас, ни еще 10-15 лет. Мы все будем больны. Мусор сжигать нужно и точка. Позиция либерального чиновника не меняется даже после таких аргументов. Больше того, он предлагает съездить в Румынию, посмотреть на работу тамошнего завода. На что не пойдешь, лишь бы протолкнуть спорный проект, сулящий своим владельцам сотни миллионов прибыли. Олег Косых, Виктор Могыл, для телекомпания НИТ.